Это волшебный урок. Вы иногда меня спрашиваете, что я думаю касательно медитации, молитвы, и я делаю у себя заметки как-нибудь эту тему раскрыть. И настал тот момент, когда эту тему я раскрою. Это тайное знание. Я шучу. Нет никакого тайного знания. Если вам кто-то рассказывает про тайное знание, то таким образом пытаясь нажимать на вашу кнопку любопытства. В общем, никакого тайного знания. То, о чем я буду вам сейчас рассказывать, вы иногда будете ловить себя на мысли. Точно, это же действительно так. Просто Альберт это все оформил в слова, дал этому форму, структуру и последовательность шагов. Еще важный момент. Это абсолютно нормально, если, продвигаясь по этому уроку, вы будете думать вот что. Да точно такого не может быть. О чем вообще, Альберт, ты говоришь? Это нормально. Я настаиваю, что не все, о чем будет идти речь далее, будет для вас полезным и с вами созвучным. Но если к завершению этого урока вы хотя бы одну мысль для себя извлечете, которая будет для вас полезной, особенно в долгосрочной перспективе, а может быть вам жизнь сохранит, это будет для меня большой наградой. О медитации, о молитве в том числе, о внутренней работе будет идти здесь речь. Но прежде чем мы подойдем к процессу, смотрите, у любого явления всегда есть две стороны. Это внутренняя сторона, это ваше понимание того или иного процесса, это ваше понимание причинно-следственных связей между вашими действиями и результатами. Внутренняя сторона процесса и внешнее, то, что человек делает внешне. Как он упорядочивает свое время, структурирует его, какие действия совершает. И вот касательно медитации, разрешите, я вам сначала расскажу про внутреннюю сторону этого вопроса. Я, будучи тем еще исследователем, знаете, мне крайне важно видеть причинно-следственные связи между действиями и результатами. Мне важно, чтобы это не было детерминировать, причинно обосновать. А зачастую, если человек не понимает этих причинно-следственных связей, то здесь культ карго неизбежен. Наверняка вы с этим сталкивались. Когда туземцы получали гуманитарную помощь, которую привозили им из развитых стран на самолетах, а потом гуманитарную помощь туземцы получать перестали, а в силу своего мышления они думали, что это поддержка от божественных сил, и они стали изготавливать подобие самолетов из сена и разыгрывать их приземление на взлетно-посадочной полосе, надеясь, что сейчас появится еда и прочее. Так вот, чтобы это не было культом карго, а многие, знаете, эксплуатируют некомпетентность людей и втирают им такую дичь касательно медитации, что аж на стену хочется лезть, оставляя куски ногтей в обоях, просто от сожаления. Здесь важно учитывать, чтобы у вас было это понимание этого алгоритма причинно-следственных связей. И это всё будет звучать здесь и выглядеть чётко, конкретно и последовательно. Если вам рассказывают, ещё вводят в некоторый мемокомплекс и ключевых слов про нужно соединиться с этой частью, которая тебя продвигает в это единство, этого цвета и этого бытия, то когда человек базарящий вам такое не видит, что вы на него смотрите, он ликует и торжествует касательно того, как вас, как овцу он разводит. В общем, человек живёт в океане условных рефлексов. Я вам сейчас чётко и конкретно эту тему развожу. Но здесь необходимо вот что. А вы готовы её услышать? Ладно, опять начинаю я юморить. Конечно, готовы. Вы же здесь, со мной. Мир не будет прежним, и вас как фарш. Будет невозможно провернуть назад. Итак, мы сначала будем раскрывать внутреннюю сторону вопроса. Вы видите конспект на экране, можете дублировать его у себя с вашими наблюдениями. Прежде чем мы подойдём к такому процессу, как медитация, необходимо ввести ряд предпосылок. Предпосылка первая. Человек бессознательно, то есть по умолчанию, создаёт такие события и отношения с собой, с другими, с миром, чтобы подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других, о мире и проживать привычные, оттренированные до совершенства эмоции. Это важная предпосылка, и чтобы продвигаться дальше, необходимо, чтобы вы хотя бы в пространстве мгновения, хотя бы одну минуту предположили, а что, если это действительно так. Смотрите, всё, о чём будет идти речь далее, это всего лишь слова. То есть это попытки обывателя словами передать то, что зачастую своим многообразием может быть не вписанным в слова. Я смею предположить, что вы себе отдаёте отчёт в том, что язык, в котором мы с вами находимся, и на кончике которого мы с вами болтаемся, его обслуживая, он, с одной стороны, даёт нам возможность находиться в едином смысловом поле и согласовывать друг с другом, когда мы встретимся у метро, когда будем садить семена и собирать урожай. Но, с другой стороны, язык очень сильно ограничивает человека, так как не способен человек увидеть то, чему нет имени в его языке. Поэтому всё, о чём будет идти речь здесь и о чём будет идти речь далее, это в первую очередь лишь предположение. А эффективность того или иного предположения зависит от того, как это у вас срабатывает, то есть что из этого выбираете вы в жизни брать для вашей практики. Итак, человек бессознательно, то есть по умолчанию, да, он не замечает, как он это делает, создаёт такие события и взаимоотношения с собой, с другими, с миром, чтобы подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других, о мире и проживать привычные, оттренированные до совершенства эмоции. То есть если человек является носителем таких убеждений, что я ничтожество, другие люди плохие, мир несправедливое место, и у него оттренирована обида, как многосоставная эмоция, чувствовать удовольствие, ударяя плетью вины других людей, и торжество, играя в молчанку, он будет какие взаимоотношения с другими выстраивать, чтобы подтверждать свои убеждения. Ах, в очередной раз ко мне не прислушиваются, ну почему никто меня не любит, не ценит и не уважает, и вообще в этом мире все люди хотят друг другу навредить. И для того, чтобы иметь возможность проживать эти привычные эмоции, в которых он застрял, как муха в воске. Ну ничего. Итак, вот это важный момент. И наоборот. То есть получается, мир зачастую сам по себе никаков, и то, каким он для вас разворачивается, это побочный эффект того, в чем вы уверены на уровне ваших убеждений, которые вы не осознаете, запомните это. Как понять, носителем каких убеждений, с точки зрения себя, других и мира я являюсь? Для этого необходимо оглядеться по сторонам. И то, какие взаимоотношения с миром в виде событий, с другими людьми и с собой человек создает это следствие того, какие эмоции он привык испытывать. Понятно, да? Вот это первый момент, он крайне важен. Но, конечно, он не касается техногенных катастроф, катастроф, чрезвычайных происшествий, дорожно-транспортных происшествий. То есть, если человек оказался, допустим, жертвой авиакатастрофы, то нельзя сказать, что он таким образом подтвердил свои убеждения и проживает привычные эмоции. Конечно, нет. Так сказать нельзя. Вот этот первый смысл, о котором идет речь, он в первую очередь касается вот этого вялотекущих проявлений человека в социуме, взаимодействуя с собой, с другими и с миром в целом. То есть, если человеку с детства внушали, что работа – это нелюбимое место, где ты должен обязательно страдать, и тебя обязательно будут намереваться обмануть, как твое руководство, так и коллеги, то в дальнейшем, чтобы выжить и оставаться любимым дитя, ему необходимо подтверждать эти принятые им когда-то внушения. И они станут для него самоисполняющимися пророчествами, когда он будет в действительности подбирать себе такие события, чтобы сказать «я же говорил». касательно природы вот этих убеждений. То есть, дитя, ребенок, будучи сухой губкой, жадно впитывает в себя эти убеждения из уст значимых других – родителей, взрослых и прочее. И это видосохраняющая функция. То есть, человек – это видосохраняющая функция. То есть, вот обыватель, особь, давайте скажем, вот эта совсем юная, мы рассматриваем это как видосохраняющую функцию. Впитывает в себя убеждения взрослых, потому что если они, будучи носителями этого убеждения, смогли дожить до такого возраста, значит, я, поддерживая эти убеждения, как минимум смогу не умереть и тоже хотя бы до такого возраста выжить. В этом видосохраняющая функция убеждений. То есть, они не являются ни плохими, ни хорошими. Ключевым является то, насколько они адекватны, целесообразны. Какие из них выбираете вы усиливать в вашей жизни, приглашать в неё, с какими прощаться? Вот этот пункт первый. Получается, медитация как процесс должна быть. Здесь слово «должна» не совсем уместно. Поэтому приглашаем задачи медитации. Давайте напишем, получается. Медитация или молитва, или концентрация, как процесс, это пространство, в котором я проживаю новые убеждения и тренирую новые эмоции. То есть, это как вывод отсюда. Получается, если человек в этом событийном потоке, в жизни похожий на сон, он по умолчанию, сам этого не замечая, порождает такие взаимоотношения, цепочку событий, чтобы подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире, и проживать привычные эмоции, то в данном случае тогда вот эта медитация, молитва, концентрация — это создание такого пространства, в котором я словно обозреваю происходящее со стороны, приглашая себя конструировать новые убеждения о себе, о других и о мире, и тренировать новые эмоции. Вот давайте так скажем. Даже не обязательно это новые, а фиксировать своё внимание на каких-то эмоциях, в меньшей степени задействованных пока в моей жизни. Я в качестве примеров привожу такие утрированные. Смотрите, если мы возьмём человека, у которого тренирован, допустим, гнев, зависть и обида, и абсолютно атрофированы как уважение, благодарность, то как вы думаете, есть ли у него возможность создавать долгосрочные, доверительные, взаимовыгодные взаимоотношения с другими? Смею предположить, что вы пришли к выводу, что такого у него возможности нет. Это важный момент. То есть то, какие взаимоотношения и события человек порождает в своей жизни, а он это делает бессознательно. То есть то, каким будет результат ваших взаимоотношений с другим человеком, в это вносят вклад. Ваш запах, микродвижение мышц вашего лица, интонации в вашем голосе, построение предложений, комбинация слов в них. Вы это контролируете сознательно? Конечно, нет. Это всплески бессознательного, которые влияют сильно на то, какие взаимоотношения с другими вы будете формулировать. Это понятно. Следующий момент. Если я иногда говорю с закрытыми глазами, всё в порядке, это я таким образом создаю для себя комфортное пространство размышлений, чтобы не загружать, так сказать, внутренний процессор визуальным каналом. Смотрите, но вот я привёл выше, что у человека атрофирована способность проживать уважение и благодарность, и оттренированы у него способность – это зависть, обида, гнев, сожаление, то это не значит, что у него такой способности, как испытывать уважение и благодарность, нет. Вот метафора в тему. Можно представить, что таблица Менделеева полностью есть во всём. Вопрос лишь в том, в каких пропорциях. Но это метафора в первую очередь. Для педагогических задач я её сейчас иллюстрирую. И также здесь. Если мы возьмём человека, который всю жизнь только гневался, обижался, злился и расстраивался, это не значит, что у него нет способности испытывать уважение и благодарность. Они у него есть. Вопрос лишь в том, что они в меньшей степени развиты. Но они есть. Точно так же, как в каждом из нас есть вся таблица Менделеева. Это метафора. Разрешите, я буду её использовать. Лучше и не подобрал для иллюстрации этой идеи. Также, мои товарищи дорогие, в каждом из нас есть каждая из эмоций, каждая из убеждений. Вопрос лишь в том, какие из них, как цветы в горшках, вы поливаете. Или цветы в саду. Ну так вот, это первый момент. Получается медитация. И отсюда вывод. Видите, я сформулировал предпосылку. И вывод из неё. Получается, медитация, молитва и концентрация, как процесс, это пространство, в котором я проживаю. Новые убеждения, тренирую новые эмоции. Смотрите, если человек, медитируя, думает о том, ну почему у меня не получается медитировать, он в чём совершенствуется? В том, как у него что-то не получается. Поэтому здесь вот это даёт возможность сквозь призму этой линзы рассматривать это как процесс. Далее двигаемся. Шаг 2. Давайте это как вывод мы возьмём. Шаг 2. Модель. Следующий момент. Видите, я ещё предпосылки ввожу, прежде чем подойти к процессу. Но поймите, если я скажу, вот процесс надо делать вот так, один, два, три. Не понимая последовательности шагов, смысла, почему именно эти шаги, какую функцию они выполняют, само воспроизведение этих шагов будет подобно тому, как обезьяне дать микроскоп. Она что будет ему делать? Она будет пытаться его вскрыть, как банан. Понимаете? Но мы с вами же не обезьяны, которые пытаются микроскопом гвозди забивать. Я смею предположить, мы с вами где-то чуть-чуть этот микроскоп используем для задач, для которых он создан. Например, как нож его использовать, чтобы резать овощи. Ладно, шутка. Модель, мысль, эмоция, событие, мысль, эмоция. И снова. Вот эта модель крайне важна и необходимо понимать. Я сейчас объясню, почему. Смотрите, человек живет одновременно в трёх измерениях. Можно представить здесь. Это мысли, это эмоции, это события. И давайте я вам сейчас покажу их взаимосвязь друг с другом. Это можно представить в виде вот такой вот пирамидки. Смотрите, вот такая вот она симпатичная. Мысль, эмоция, событие. И вот они вот так взаимосвязаны, друг в друга втекают. Помните, Выше я сказал, в чём бы человек ни был уверен, он найдёт этому подтверждение. Если человек уверен на уровне мыслей, что да какой смысл прислушиваться к этому уроку, Альберт в очередной раз будет нести какую-то ерунду. Это будет рождать у него соответствующие эмоции. Ну, например, там гнева и сожаления по поводу зря потраченного времени. И в виде события он нажмёт на кнопку мышки, чтобы поскорее этот урок закрыть. И закрыв его, скажет себе, я правильно сделал, я же говорил, Альберт какую-то ерунду несёт. То есть, видите, своего рода это некоторый цикл. Если человек уверен в том, что его все хотят обмануть, никому доверять нельзя, денег не заработать, начальство козлы, и мир несправедлив, то он будет создавать соответствующие, испытывать соответствующие эмоции, как гнев, раздражение, сожаление, вызывая соответствующие отношения к себе, абсолютно не вызывая ни у кого к себе никакого уважения и доверия. И будет создавать такие события, где все будут его избегать, намереваться его кинуть на деньги, и не только, даже какие-то хорошие люди, грубо говоря, чтобы он сказал потом, ну я же говорил, я же говорил, никому доверять нельзя, мир – плохое место. Есть? И вот исходя из этого, тоже давайте вывод сделаем. В первую очередь, на всё, на что вы способны влиять, в первую очередь, это на ваши мысли. То есть, прервать этот привычный цикл и порождать его новым. Вот я модель вам эту показал. Мысль, эмоция, событие. И давайте тогда далее ведём. Получается, это медитация, молитва, концентрация, единение. Вы можете любое слово использовать, в зависимости от того, какое вам удобно, как процесс. Это воздействие на мысленный поток, чтобы, работая над ним, создавать новую цепочку. мысль, эмоция, событие, мысль и так далее. Давайте, эмоция. Есть, да? Точку запятую поставим, потому что мы с вами профессионалы. И элементы списка мы с вами делим точкой запятой. Итак, это пункт второй. Есть? Есть, да. Смотрите, мы с вами сформулировали предпосылку, которая не является никакой истиной, потому что это больше, чем истина. и после я же могу позволить себе роскошь после каждой шутки наконец не говорить, что это была шутка. Или мне необходимо говорить, что это была шутка. Это очень тонкий момент, надо как-нибудь поразмышлять в этом направлении, а я уже все решил. Я буду говорить, что это была шутка, даже тогда, когда это не шутка. Вот я сказал это очень серьезно, что это не просто истина, это более, чем истина. Если вы думаете, что я шучу, то вы правы. Итак, смотрите, какой важный момент. Вот эти две предпосылки, наверняка вы замечали, что люди вокруг вас создают такие события в своей жизни и такие взаимоотношения с другими людьми. Я почему говорю про людей вокруг вас? Потому что для обывателя нормально не заметить бревно в своем глазу, а соринку в глазу другом заметить. Поэтому гораздо легче и это нормально замечать в других, прежде чем быть готовым заметить в себе. Замечать бревно в своем глазу гораздо сложнее, чем соринку в глазу другого, которого вы даже видите в первый и последний раз в жизни. Поэтому сначала я приглашаю вас соринку в глазу другого заметить. Вы наверняка знаете и замечали, что человек создает такие взаимоотношения, события в своей жизни, чтобы подтверждать свои привычные убеждения. То есть, то, в чем человек убежден, тому подтверждение он и найдет. Если, например, ребенку с детства внушали, то каким плохим является отец или мать, то в дальнейшем он будет по умолчанию. Смотрите, это не значит, что это все должно быть так. Это по умолчанию происходит. Конечно, человек пока жив имеет возможность с этим работать. Он является более-менее гибким и может из себя, как из пластилина, лепить разные фигуры. Но коварство заключается в том, что он даже и не захочет этого делать. Дверки позитивных изменений открываются изнутри. Как правило, даже если человек является носителем убеждений, которые заставляют его страдать на ровном месте, он будет делать все для того, чтобы их защищать. Потому что привычные страдания сегодня, они гораздо безопаснее непривычного счастья завтра. Есть? Итак, получается, здесь мы подошли к выводу, что медитация, молитва, концентрация как процесс это пространство, в котором я проживаю новые убеждения. Далее, второй процесс, пункт. Вот это модель. Мысль, эмоция, события, мысль, эмоция. Тоже медитация, молитва, концентрация как процесс это воздействие на мысленный поток, чтобы, работая над ним, создавать новую цепочку. Потому что я хочу, чтобы вы помнили, что вы обладаете способностью создавать способности, что вы не есть ваши мысли, вы не есть ваши эмоции, вы не есть ваши события. Вы тот, кто способен выбирать, какие мысли думать. Вы тот, кто способен выбирать, какие эмоции проживать. И вы тот, кто способен выбирать, какие события проживать. Вот это пункт 2. Да, пункт 2. Далее, Пункт 3. Модель. Мы продолжаем эту историю, вы, наверное, заметили, что задача моделей оказать нам следующую услугу, чтобы сквозь ее призму как-то описать происходящее внутри и снаружи, найти вот эти причинно-следственные связи, как-то вписать в язык, создать это понимание, иметь возможность с этим работать. Смотрите, далее. Вот мысль, эмоция, события. Мы продолжаем эту тему. Получается, я содержу в себе своего рода три взаимосвязанных измерения. Это мысли, мой разум, это мои эмоции, мое тело, это мои события, поле, в котором я нахожусь и которое я порождаю. Давайте сделаем. Получается, мой разум, это мысли, тире, мои эмоции, это тело, тире, мои события, это пространство. Есть, да? И еще важный момент. Смотрите, эмоция, что это такое? Это проживаемая телом мысль. Эмоция, это проживаемая телом мысль. Разрешите, я приведу вам совершенно понятный наглядный пример. Если вы завершаете просмотр фильма «Властелин колец» и «Возвращение короля», то там в конце этой серии есть трогательный момент, когда Фродо просыпается в кровати, будучи живым, и, наконец, они завершили это сложнейшее испытание. К нему в комнату заходят его товарищи, с кем вместе они смогли все-таки уничтожить это злосчастное кольцо. И такой трогательный момент, когда теплая грусть накатывает, отражаясь в мурашках на коже. Теплая, потому что закончилось все достаточно хорошо, а грусть, потому что закончилась. Правильно? И получается, что эмоции, которые испытывает организм в этот момент времени, это следствие того, какие мысли меня одолевают. А мысли, которые меня одолевают, это следствие этого пиксельного потока и звуковой аудиодорожки, и этих смыслов, в которых я нахожусь, продвигаясь по сюжету. Получается, что эмоции, рождаемые телом, это следствие того, какие мысли во мне есть. Получается, эмоции – это проживаемая телом мысль. Но, конечно, эти мысли могут быть как временными, как в этом случае, так и хроническими, долгоиграющими. Эмоции тоже. Человек – это нормально, если он испытал, например, обиду краткосрочную, когда получил несправедливое отношение к себе. Но вдруг, например, вы изучили мой урок, комментарий не написали и лайк не поставили, а изучили урок какого-то, например, другого человека, которому до меня очень далеко, а ему комментарий написали и лайк поставили. Конечно, если я испытывать буду обиду в этот момент времени, ну там двухсекундную, это нормально, потому что такое несправедливое отношение ко мне меня удручает. Но если это нормально получается, это видосохраняющая функция обиды – восстановить справедливость. Я надеюсь, вы это уже сделали, поделившись в комментариях тем, насколько вы в восторге и не заметив, как вы лайкос влепили этому видосику. Но одно дело, конечно, это я шучу, я вас не заставляю это делать, но одно дело – это когда вот эта эмоция является краткосрочной, у которой есть функция, она выполняет конкретно взятую задачу, сообщает, сообщает моему организму, на что необходимо обратить внимание. Но другое дело, когда эта эмоция становится долгоиграющей, хронической, когда человек подчиняет всю свою жизнь эту обиду испытывать. То есть она является своего рода застрявшей в его организме, словно, как знаете, перевязанный кусок нервов в узелок заставляет его себя проживать, себя чувствуя снова и снова. Поэтому вот это измерение, как краткосрочная функция эмоций, ее долгоиграющий характер, мы с вами вводим, имейте это в виду. Итак, смотрите, моя эмоция – это проживаемая телом мысль, а мои события – это проживаемые временем и пространством мои эмоции. А мой разум и мои мысли – это то, как этот передатчик реагирует на время и пространство. Понятно? То есть смотрите, здесь получается, давайте представим червячка, который в открытом космосе болтается в скафандре. Вот этот червячок, он в большом человеческом скафандре, а червячок совсем маленький, смотрит на вас и мигает правым глазом, улыбаясь при этом параллельно. Представьте этого червячка, который болтается в этом скафандре. Вот этот червячок – это метафора разума, мысли. Этот скафандр – это метафора моей эмоции, тела. А этот безграничный космос – это метафора события. Только если мы посмотрим с вами на человеческий мир, в котором мы с вами находимся, этому, конечно, ключевых слов мало можно подобрать, наверняка они даже, может, и не придуманы. Но мы можем увидеть, что каждый из этих слоев, он иннервирован, так сказать, что нервные волокна, нервные клетки, они пронизывают, просто мы глазом их не видим. Есть источник мыслей у меня. Конечно, он живет не отдельно. Если источник мыслей вытащить из тела, то он отдельно, да, эти мысли от тела функционировать вряд ли будут. Это метафора, в первую очередь, иллюстрация. Что есть вот мысли мои, есть мое тело, 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 да, есть мое. Это химические процессы. И есть события – это физические процессы. То есть там, где мои мысли – это процессы молниеносные, да, можно сказать, квантовое измерение. Мои эмоции, мое тело – это химическое измерение, а мои события – это физическое измерение. Давайте я вам покажу, как это можно представить в виде графика. Как вы на это смотрите? Вы, наверное, тоже думаете, надо же, как Альберт может конструировать в режиме реального времени такие обильные, наглядные, красивые, сложно подчиненные, не только предложения, а даже не задумываясь, в едином потоке танца, ритмично. Потому что я соединился с мудростью космоса, который говорит через меня и делится с вами мудростью, которая может быть действительно полезной. Настал тот момент, когда единственная возможность у человечества спастись – это прислушаться ко мне и сказать, да, Альберт, мы в доверии к тебе. Я шучу. Представьте, если я был бы человеком, который действительно такую дичь втирал. Но благо, что я на доброй стороне, такую дичь я втирать не буду никогда. То, о чем я сейчас сказал, это побочный эффект выполнения тренировочных упражнений с точки зрения развития речи, ее ритмичности. И то, что я эти смыслы проговариваю многократно, я использую заготовки, проговаривая эти идеи. И если вы уже длительный период времени изучаете мои уроки, вы, наверное, заметили эти заготовки, которые я достаю из рукава. Любая импровизация – это побочный эффект постоянных тренировок. Итак, сейчас важный график, я вам покажу. Он очень важен, я прошу вас прислушаться к нему. И вы наверняка сейчас поймете, как многое станет понятным вам, хорошо? Итак, смотрите, помните, выше я сказал, что мысль своего рода – это как бы квантовое измерение. Хотя слово «квантовый» я использую не без юмора, потому что я чуть более чем полностью не знаю, что это слово значит. Вы можете обладать иллюзией, а не знает, а я-то знаю, а ты тоже не знаешь. Итак, идем дальше. Химическое измерение, можно сказать, здесь то же самое. Я зарисовал и физическое измерение, где фаза больше, амплитуда больше и времени необходимо больше. Итак, я сейчас рисую красивый график, от которого вы будете в восторге. Если мы с вами уже взаимодействуем или взаимодействовали, то есть вероятность того, что этот график вы видели. Если нет, то значит вы его не видели. И он очень станет вам прекрасным, понятным и интересным. Вот здесь можно сказать, это человек. Видите, мысль. Фаза – самая короткая амплитуда, минимальное измерение, максимально быстрое. Мысли имеют безграничную скорость, они крайне быстрые. Далее мысль – это, будучи помысленной, вами отражается эмоциями в виде химических процессов в вашем организме. Да, конечно, ваши мысли влияют на ваши химические процессы в организме, которые, в свою очередь, создают изменения в виде движения этих тектонических плит, в виде событийного потока. Да, это уже физическое измерение. Видите, да? То есть сначала мысль – ту-ту-ту, эмоция – ту-ту-ту, и события – ту-ту-ту. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Есть? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Видите, то есть та-та-та-та-та-та-та. Вот так это можно представить, да? Но самая главная задача здесь в этой модели – это то, что воздействие на химические процессы в организме – это метафора. Когда я говорю воздействие на химические процессы в организме, это метафора, что я, если буду завершать просмотр фильма «Властелин колец. Возвращение короля», то эти мысли будут создавать соответствующие химические процессы в организме в виде умиления, тепла, в виде мурашек на коже и прочее. Но поскольку это эмоциональное состояние, эмоции являются краткосрочными, а не долгосрочно-хроническими, они не так сильно будут влиять на событийный поток. Далее, двигаемся дальше. Всё, мы это изобразили. Мы это изобразили. Получается задача, давайте здесь, ну её можно продублировать. Получается, а, ну да, что эмоция – это то, как мой организм реагирует на мои мысли, а события – это то, как время и пространство реагируют на мои эмоции. А разум – это то, как мысли, это мой разум, как реагируют на события, в которых я нахожусь. В первую очередь, на что у меня есть возможность воздействовать? Правильно, на мои мысли и мой разум. Итак, всё, эта предпосылка есть. Я у себя проверю. Да, полный порядок. Итак, давайте тоже выделим это жирным и добавим здесь. Итак, пункт четвёртый. Пункт четвёртый. Теперь сам процесс. Получается, задача этого процесса – так организовать его. Это и медитация, и молитва, и концентрация. И вам для этого нет необходимости, знаете, какими-то дополнительными доспехами или реквизитом себя обеспечивать. В принципе, то место, где вы находитесь, оно и достаточно, чтобы быть вашим храмом, так сказать, для этих медитаций, молитв и концентрации. Если вы слышите в свой адрес, что, ну, для того, чтобы у вас-то получалось так, как надо, вам необходимо купить это, сделать это, прийти сюда, то у меня к вам не самые хорошие новости. В общем, кто-то пользуется вашей некомпетентностью. Нет, для этого процесса вам не надо ничего, кроме вашего желания и времени. А, ну да, прежде чем мы к процессу подойдем, необходимо еще кое-что ввести. Тоже мы модель эту введем. И мы ее назовем так – космос, человек, животное. Смотрите, есть некоторое явление, которое может препятствовать вот этому процессу, который мы с вами назовем медитация или молитва или концентрация. Смотрите, вы наверняка не будете со мной спорить, если я скажу, что внимание сегодняшнего человека целиком и полностью во многом подчинено тому, о чем кричат ему в ухо из каждого утюга. То есть, вот эта некоторая актуальность сегодняшнего дня запрещает человеку вглядываться в бесконечность, внутрь или в бесконечность, внаружу. Сейчас я объясню, что делает человека тем, что отличает его от животного. Это его способность хотя бы мгновение себя осознавать, где он находится и когда. И разрешите, я вам напомню. Представьте безграничное пространство. Но, к сожалению, у человека нет способности представить безграничное пространство. Как правило, мысли в этом направлении рождают некоторое головокружение. Но все-таки мы с вами предположим, что мы можем это сделать, представить это безграничное пространство. Представьте этот космос, границ которого нет. Но мы не можем представить что-то пространственное, что не обладает границами. Как такое может быть? Как это вообще возможно? Где мы с вами находимся? И когда? В этом безграничном космосе есть нечто меньше песчинки в океане. Есть нечто такое маленькое, что является меньше, чем песчинка по отношению к океану в этой песчинке. Это настолько ничтожное маленькое нечто, что не имеет никакого значения. Его даже не увидеть. Его не то, что не увидеть. Человек даже и не знает, что он не знает, что это существует. И это солнце. Маленькое такая, желтенькое. Светится, пытается, во всяком случае, вокруг которого болтаются песчинки еще меньше. Представили? И вот вокруг этой желтой песчинки покрупнее болтаются песчинки чуть поменьше. Но даже не чуть, а гораздо меньше. И вот среди этих песчинок есть одна такая голубенькая, зелененькая, беленькая где-то, на которой человек злится, что ему сдачу не дали в столовой. Или что на него косо посмотрели. Или он грустит по поводу того, что Альберт в очередной раз записал длинный урок. Или он злится по поводу того, почему колготки порвались. И вот представьте, насколько на фоне вот этого безграничного космоса, в котором мы с вами летим на этом космическом корабле из ниоткуда в никогда, непонятно откуда взявшимся. Когда-то камни начали превращаться в некую жизнь. Тоже непонятно как. Каких-то 3,5 миллиардов лет, которые даже помыслить человек не в силах. Но и времени словно не существует, никакого пространства. И обратите внимание, что в тех материях, связанных с этим космосом, то есть даже язык, которым человек орудует, он недостаточен, чтобы в себя его вписать, как треугольник в окружность. Он не вмещается. И вот на фоне вот этого космоса безграничного, когда человечество всё, оно подобно одинокой жабе, которая лежит на берегу холодного болота. Чувствуя снова и снова разрывающий изнутри голод. И иногда происходит короткое мгновение посреди ночи под шум сверчков, когда эта одинокая, голодная жаба на краю болота пытается хотя бы на мгновение поднять свои глаза, увидев какие-то светящиеся там точки. Но в силу своего скудоумия всё, что ей остаётся, это Зевс на колеснице промчался. Что тоже уже неплохо, кстати. Ну так вот, и представьте, вот на фоне вот этих светящихся точек в этом безграничном космосе, всю эту суету сегодняшнего дня, которая в то же время, я не хочу её обесценивать, является настолько важной. Но какой бы эта суета ни была, насколько это ничто. На фоне этой мочащегося гигантского космического корабля, который мы с вами облепили тонкой плёнкой, забыв, куда он мчится. Ну так вот, я сейчас к чему? Я сейчас о том, что человека отличает от животного. Это хотя бы мгновение помнить об этом. Вписывать это можно как угодно. Человек есть животное, если вся его повседневность — это текущая суета. Но если иногда он даже продолжает кормить дикое животное, даже разрешая ему наблюдать, замечая, как это дикое животное ругается на кормящую руку, но всё равно, несмотря на это, мы с вами стоим на плечах гигантов, придумавших его величество электричества, антибиотики, пенициллин, группы крови, трансплантацию органов, математику. Представьте, какой гигантский вклад внесён людьми, благодаря которому мы с вами сейчас есть и на этих плечах стоим. Но несмотря на это, человеку нормально жаловаться, если у него на пять минут отключили интернет. Правда же? И можно его понять. Да я сам такой. Вот эти древние рельсы, которые изрезали внутреннюю стенку черепа, заставляя по себе шагать, подобно животному, их никто не отменял. Но и сейчас к тому, что в соответствии с пунктом 4, медитация, молитва и концентрация — это возможность хотя бы на мгновение, в течение суеты сегодняшнего дня, коснуться того, что было всегда и будет всегда, потому что это вне времени. Вот если мы вернёмся к той метафоре с одинокой жабой, которая замёрзшая, лежит на краю болота, ночью, когда мгновение у неё есть возможность посмотреть на небо. И вот этот её взгляд на небо — это и есть её молитва и медитация. Потому что она будет медитировать и молиться, и концентрироваться. Не о том, чтобы очередной сверчок оказался у неё во рту, а о том, чтобы хотя бы на мгновение коснуться истинных размеров. Даже вот слово «размеры» наверняка его тоже не существует. Жизни, например, и нежизни, правда? Что было до, что будет после, есть ли вообще время. Ну так вот. И получается, отсюда мы тоже сделаем маленький вывод, что вот эта медитация, молитва, концентрация как процесс — это нежное касание, чего-то, что находится за пределами повседневной жабьей суеты. Возьмём это как метафору, я думаю, вы меня простите. Пункт 5. Я очень доволен этим процессом. Знаете, начав запись этого урока, я не обладал уверенностью, что я его опубликую. Я и сейчас такой уверенностью не обладаю. Вы что думаете? Здесь, знаете, такой важный момент, что опубликован сам урок или нет — это абсолютно вторично. Ключевым является то, что вы тот человек, который помыслил, о чём идёт речь, и вы тот, кто этого не сделал. Это два разных человека, вступающих в разное завтра. А я же здесь мыслю, это процесс идёт. И ещё важный момент. Я не только здесь мыслю, я ещё об этом говорю, я ещё это записываю. Ну так вот, я вас приглашаю тоже поразмышлять, о чём это для вас, но заставлять не буду силой. Смотрите, у нас есть четыре важные предпосылки. Давайте их суммируем, и потом к процессу подойдём уже. Да, чтобы не было такого, что человек микроскопом забивает гвозди, будет полезно ему понимать особенности этого процесса. То есть медитация, молитва, концентрация как процесс — это пространство, в котором я проживаю новые убеждения, тренирую новые эмоции. Далее, это пространство, это процесс, в котором я создаю новую цепочку мысль-эмоция-событие, мысль-эмоция. Далее, я отдаю себе отчёт в том, что во мне есть своего рода три центра. Это мой когнитивный разум, это мой эмоциональный разум, и это моё поле, мой событийный разум. И далее я понимаю, что есть я, который нахожусь где-то между инфузорией и туфелькой, и тем, что я пытаюсь познать знакосимвольными системами, передачей опыта из поколения в поколение, изобретениями и так далее. Есть. Далее, пункт 4. Теперь процесс. Как этот процесс может выглядеть? Вам для этого ничего не надо, кроме вас самих. Смотрите, мы с вами будем сейчас собирать данные, о которых речь вовыше. Если эмоция – это проживаемое тело-мысль. Получается, через мысль я могу воздействовать на эмоции. Через эмоции я воздействую на поле, на пространство. Правильно же, вода, которая я чувствую вокруг меня, которая обволакивает. С одной стороны, я чувствую, как пульсирует источник моих мыслей, отражаясь в движении уст, мышечно проговариваю эти слова. Я сам чувствую вибрацию этих слов своими щеками едва чуть-чуть, и открытое окно воскает пятки моих ног прохватным воздухом оттуда. Но не настолько сильным этим потоком, чтобы комфортно должно быть. И получается этот сам процесс, что может включать в себя. Итак, лежа в кровати. Смотрите, лежа в кровати. Неважно, как вы лежите, хотя я бы предложил лежать на спине. Лежа в кровати вы лежите. Можно делать это перед сном, чтобы после вот этих трех, четырех или пяти минут маленьких ежедневных историй проваливаться в сон. Итак, смотрите, слово является заклинанием. Слово проговорив, вы себе состояние этого слова между строк всегда самовнушаете. И вот здесь задача. Если задача разума на уровне мыслей – это быть в спокойствии, задача эмоций на уровне тела – это быть в расслаблении, задача событий на уровне пространства – это быть в доверии к ним. И таким образом словно есть возможность приоткрыть завесу и открыть этот мостик к этому состоянию, этой расслабившейся, спокойно лежащей на берегу холодного болота жабы, чтобы наконец расслабиться и спокойно в эти звезды посмотреть. Итак, лежа в кровати, лежать на спине. Ровное дыхание. Глаза закрыты. Далее. Спокойствие. То есть вот сама мысль спокойствия, размышления о спокойствии. Что значит для вас это спокойствие, когда вы спокойны? Это может быть для вас гладью воды, это может быть для вас тишиной. То есть когда вы делаете глубокий вдох, и на выдохе – спокойствие. Вдох. И на выдохе – спокойствие. Вот это спокойствие, что ваш разум, он абсолютно невозмутим, он абсолютно спокоен. И вы это спокойствие, размышляя о нем, если человек о чем-то размышляет, он неизбежно это нечто начинает чувствовать в жизнь свою, приглашая. И здесь – спокойствие. Вы делаете глубокий вдох. И на выдохе – спокойствие. Слух говорить не надо, это можно делать мысленно. Да, я думаю, уже на четвертый цикл этого спокойствия вы будете действительно спокойны. А если нет, можете просто продолжать. А если вы и на пятнадцатый неспокойны, то не надо писать в комментариях, а я все равно неспокойный. То таким образом вы только свое беспокойство усиливаете. Вы не ждите, что что-то волшебное с вами произойдет. Сегодня вы на выдохе поразмышляли о вашем спокойствии несколько раз и усунули. Завтра вам будет легче к этому подойти. Это же процесс. Итак, спокойствие. Ну вот, четыре выдоха мне более чем достаточно. Например, я тогда становлюсь настолько спокойным, что прям до мозга костей я спокоен. Смотрите, это спокойствие, оно имеет отношение к вашим мыслям. Например, даже записывая уроки, я нахожусь преимущественно в спокойном состоянии. Это необходимая предпосылка, чтобы не препятствовать себе в процессе говорения, вербализации речи. Вот это спокойствие. Давайте четыре, мы напишем. Далее, после этого спокойствие, получается, это у нас ККИ, центр в нашем организме, грубо говоря. Это у нас мой разум мысли. Потом после этого расслабление. Да, вот если у меня спокойствие на уровне мысли, то расслабление тоже уровень тела. И здесь тоже расслабление. Просто само слово. Конечно, вы можете ваши формулировки рождать. Например, я спокоен. Но в этом нет необходимости. Само состояние, спокойствие. Вот есть три важных состояния, в которых я выбираю пребывать в течение дней моих будних. Это спокойствие на уровне мысли, расслабление на уровне тела и доверие на уровне событий. То есть, вот начав запись этого урока, я знал на все 100%, как он будет протекать. Я что, здесь по бумажке читаю, что ли? Нет, когда я смотрю так, я впиливаюсь взглядом в объектив видеокамеры, которая фиксирует видео. Понятно? То есть, вот у меня доверие. Да, расслабление. Телесное расслабление. И доверие. Касательно доверия. Что здесь имеется в виду? Доверие к пространственному потоку событийному. В доверии. Поскольку нас с вами объединяет моя деятельность, в первую очередь, связанная с подготовкой, записью и публикацией учебных материалов в социальных сетях, то, допустим, нормально ли, когда перед тем, как я записываю урок, я и не знаю толком, о чем я буду говорить. Особенно если это разбор фильма. Нормально. Но я нахожусь в доверии к процессу. Я знаю, что нужные слова и нужные мысли будут себя рождать. Я нахожусь в доверии к ресурсам своего бессознательного. Есть? Итак, получается, вот эти 12 выдохов. Первые 4 спокойствия, рождая соответствующие образы, успокаивая свой мыслительный разум. Потом 4 расслабления, рождая соответствующие образы, успокаивая мышцы своего лица. И потом 4 – это доверие, успокаивая свое поле. Это под полем я имею в виду вот это пространство. Это события, которые меня окружают. Это взаимоотношения с другими людьми. То есть, это все находящееся за пределами моей кожи, организма. Вот это все поле. То есть, есть некая точка. Помните, мы с вами зарисовали некая точка на уровне мыслей, эмоций и событий. И также здесь. Итак, вот получается вот эти 12 глубоких вдохов и 12 выдохов. Далее. Вот вы это сделали. Вы действительно в этот момент времени можете провалиться в сон. И это хорошо. Нет у вас необходимости удерживать себя от того, чтобы в сон проваливаться. Проваливайтесь смело. А может быть, вы себя почувствуете так хорошо. Ну так вот. Спокойным, расслабленным и в доверии. Спокойствие на уровне ваших мыслей. Расслабление на уровне вашего тела. И доверие по отношению к событиям, которые вас окружают. И смотрите, важный момент здесь. Конечно, заниматься этими шагами в тот момент времени, когда у человека открыта форточка, сквозь которую пробивается град с улицы. Когда чайник стоит на огне и шипит, и горит. И когда хаос происходит, не надо. Необходимо создать себе комфортные условия. Видите? Но я говорю про этот физический хаос. Но если в голове хаос происходит, то уметь себя вот так вот концентрировать этой медитацией или даже молитвой, этим спокойствием, расслаблением и доверием. Это позволит вам это делать все легче и легче. В дальнейшем и в течение дня тоже. И пункт шестой. Смотрите, я сейчас добавлю это дополнительно. Знаете, вот я добавлю здесь такой момент, что надо ли какие-то формулировать себе задачи, мантры, проговаривать и прочее. Нет. Не мешайте вашему бессознательному делать свою работу. Процессы, сформулированные в первых пяти пунктах, особенно в пятом пункте, это дать возможность своему сознательному разуму не мешаться суетой бессознательному. Это метафору. Представьте, да, вот здесь. Такую. И дополнительно. Смотрите, что не надо? Не надо просить. Не надо просить. Вот обращаясь к космосу, к Богу, к Вселенной, к сверхразуму, просить ни о чем не надо. Дай, пожалуйста. Потому что сама просьба, о чем бы то ни было, это уже самовнушение, что у вас этого нет, никогда не будет. И вы испытываете негативные эмоции по поводу этого. Поэтому что является уместным, если уж вам хочется, это благодарность. Когда вы тренируете способность свою испытывать благодарность, да, да просто за возможность лежать в кровати, даже укутавшись одеялом. И вот здесь эта благодарность должна быть позицией силы, а не позиция слабости. Если, например, человек, ну вот, я уже достаточно поблагодарил, я могу двигаться дальше, это позиция слабости. А здесь даже если у человека нет ничего в его жизни, но у него как минимум есть возможность понимать, что у него нет ничего. И это уже достаточно для этой благодарности. Поэтому не надо просить что-то. Можно благодарность. То есть чувствовать благодарность за что-то или просто благодарность. Да, это важный момент. Далее, смотрите, если мы с вами берем, вот представьте на плечах, какого количества поколений мы с вами находимся. По отношению к чему благодарность можно испытывать. Конечно, если вы будете лежать и в этом состоянии благодарите свой автомобиль за то, что он своевременно заводится, это неплохо. Это было бы лучше, если бы вы лежали и злились касательно того, что не нашли сегодня слов коллеги сказать, когда он не пригласил вас вместе пойти на обед. Но вот то, что является уместным с точки зрения благодарности, она звучит так. Благодарность. Я благодарю тебя, отец, и пребываю в мире, и все наилучшим образом. И я благодарю тебя, мать, и пребываю в мире, и все наилучшим образом. И вот когда речь идет здесь про отца и про мать, это касается даже не ваших биологических мамы и папы, это касается всех ваших отцов и всех ваших матерей, о которых вы ничего, как правило, не знаете. В лучшем случае человек владеет данными касательно своих мамы и папы. В еще лучшем случае, например, это касательно бабушек и дедушек. Некоторые исключения даже про бабушку и прадедушку что-то помнят или даже видели. И, как правило, дальше уже дороги здесь нет. И поэтому здесь вот это «благодарю тебя, отец, и нахожусь в мире», и все прекрасно. Вот эта благодарность, которая может быть уместна здесь по отношению к этим крепким плечам, на которых вы стоите. У вас не только есть мама и папа, у вас есть их мамы и папы, их мамы и папы, их мамы и папы, их мамы и папы. И представьте, благодаря какому колоссальному вкладу и стараниям вы сейчас есть. Вот это важный момент. То есть во многом вот эта медитация, молитва и эта концентрация, это сделать созвучными между собой. Как бы то, что сзади меня, сзади, да, и то, что спереди меня, да. Вот этот сзади, так сказать, это длительнейший путь из меня как человека туда, в некоторую древность. И длительный путь туда, вперед, в некоторый космос. Представили? Ну и, конечно, космос здесь – это зарисовка. Итак, давайте с вами пройдемся по этим волшебным шести шагам. Я рад с вами поделиться этим волшебным уроком. Эти тайные знания и мир не будет прежний. Итак, мы с вами ввели сначала четыре предпосылки, потом мы подошли к процессу. И помните, это ваш индивидуальный стиль. Вот пятый и шестой шаг, они имеют смысл. Во-первых, благодарность всем отцам и всем матерям в данном случае – это то, что рождает во мне через эти мысли, позитивные эмоции. И это является предпосылкой и соответствующих событий. Но какие бы события ни происходили, даже если мне в столовой забыли дать сдачу, то на фоне вот есть как ресурс вот этого космоса и жизни, в которую вы как в звезды вглядываетесь одинокой жабой на берегу холодного болота, это тоже важный момент, чтобы помнить и сравнивать. Знаете, ведь человек – он такое существо, которое все познает в сравнении, правда же? И поэтому иногда необходимо вот нечто иметь, с чем вы можете это сравнить. И когда вы помните про эти миллиарды лет этой эволюции, это гигантское количество усилий, это зарождение жизни, этот космический корабль, который мчится на этом гигантском земном шаре, является источником, который, во-первых, создает некоторое позитивное, знаете, такое растворение в доверии через это головокружение и соприкосновение с непознаваемым, что и создает условия вот этой медитации. И вот эта благодарность, как эмоция здесь, она является тем, что позволяет фраеру не сгубить себя жадностью. То есть это то, что действительно может поддержать. И пятый, шестой шаг, самое главное, помните, что вы можете конструировать и ваши ключевые слова, и ваш подход к этому, и ваш способ, образ медитации, молитвы, концентрации. Я же здесь поделился с вами своими в этих шагах. Наверняка, завершив запись этого урока, меня будут догонять мысли. Вот такой момент следовало добавить и проговорить, и такой момент я не сказал, надо было добавить. И что меня оберегает от этого? Конечно, такие мысли приходить могут, я тоже человек. Но когда я возвращаю себя в состояние спокойствия, расслабления и доверия, я знаю, что все протекает наилучшим образом. Конечно, здесь, знаете, на Бога надейся, но сам не плашай. С одной стороны, здорово иметь эти волшебные пять минут в сутки, когда вы можете позволить себе роскошь, создать это спокойствие, расслабление и доверие. Но с другой стороны, есть другие 23 часа 59 и 55 минут, когда вы занимаетесь активным движением. То есть своего рода активными действиями. Таким образом вы себя как бы настраиваете, да? Понимая вот эту предпосылку, я приглашаю вас сквозь призму этих идей, рассматривать и жизнь свою, и жизнь других людей в том числе. Я приглашаю вас создать пространство в вашей жизни, этого спокойствия, в ваших мыслях этого спокойствия, этого расслабления в вашем теле уж, и этого доверия в вашем пространстве. А о чем это для вас? С вами Альберт Сафин. Я чувствую радость, поделившись с вами этими наблюдениями, тренированными годами, открытыми, благодаря вам в том числе. До скорых встреч, мои дорогие. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альберт Сафин Корректор А.Егорова